Всем плавный привет! В эфире концертник и он пройдет под девизом «Ты сможешь выступить перед Лимбискет». Впереди вас ждет творческая дуэль двух музыкальных коллективов, один из которых, возможно, выступит на разогреве группы Лимбискет на том самом концерте в Пензе, который состоится в день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября сего года на дизель-арене. Встречайте первого претендента! Встречайте первого претендента! Встречайте первые песни и кавер... Пускай это будет сюрпризом! Сразу скажу, что кавер с альбома 2005 года, после того, как легендарный гитарист во сборной вернулся в группу снова. И это довольно-таки такой мощный андеграундный саунд! Что для тебя группа Лимбискет? Для меня это одни из отцов стиля, в котором мы сейчас исполняем свою музыку. Они повлияли на наше творчество, они дали нам вдохновение, чтобы собрать коллектив. Я думаю, у нас неплохие шансы на самом деле победить, потому что мы одни из немногих коллективов города Пензы, которые близки по духу и по стилю, собственно, группы Лимбискет. Мы будем надеяться и ждать. Мы группа Пиви Мялоу Стив. Смотри концертник, разогрей Лимбискет. И вот перед нами Наиль Сагитов. Привет, Наиль. Здравствуйте. Считаешь ли ты маленькой революцией выступлением в Пензе, предстоящим выступлением, не будем загадывать, вдруг что, Лимбискет? Это революция для нашего города? Ну да, да, несомненно. Потому что это событие, которое, возможно, перевернет наше понимание музыки. Не только тех людей, которые ей занимаются, ну или пытаются, как мы. Но и обычных обывателей, так скажем. А твой потребительский прогноз вообще? Сможет ли Лимбискет собрать пятитысячный стадион, ну, дизель-арену? Ну, я думаю, сможет. По крайней мере, я в это верю. Потому что если все сложится на ура, то это будет хороший старт для новых, таких вот мощных команд. Думаю, это откроет дверь в Пензу для них. Ты любишь мечтать? Да, конечно. Мне кажется, любой творческий человек, он живет мечтами, планами, и эти планы пытается реализовать. Давай-ка помечтаем с тобой. А какую группу ты хотел бы увидеть в Пензе? Чье бы выступление? Ну, кроме Лимбискет. Ну вот, самое интересное, что как раз-таки выступление Лимбискет я больше всего и хотел бы увидеть в Пензе. Еще, когда мне было об этом известно. Ну вот, потому что являюсь их фанатом. Ну, слушай, значит, ваша группа и ты, вы реальные претенденты. Ну, это мечта. Давай дальше продолжим мечтать. Ну, вот если бы появилась в вашей группе такая возможность у тебя лично записать песню дуэтом с Фредом Дёрстом. Ну, что бы это за песня была? Ну, какую бы ты ее представил? Ну, не знаю. Тут очень, на самом деле, интересный вопрос. Потому что пока с этим не столкнешься, никакого такого представления... А пообщаться хочется с английским? Да, я бы с удовольствием пообщался с ними. Английский на каком уровне? На достаточно низком, но достаточно для того, чтобы кинуть пару фраз и перевести ответ. Но впереди два месяца, за это время можно подтянуть иностранный язык, английский. Ну, да. Записался уже в какую-нибудь обучающую школу? Нет, вот с завтрашнего дня. Ловлю на слове. А есть такое выражение по фестивалю, такое словечко. А где ваша группа по фестивалю уже? Мы выступали на Пенинском фестивале Парк-рока в 2012 году. Также за плечами у нас выступление в Саранске на фестивале «Свободный взгляд», который проходил в 2015 году зимой. В принципе, мы так покатались немножечко в Самару. Также небольшой опыт поезда к загороду у нас есть. Нэль, а как сейчас происходит коммуникация между организаторами фестиваля? Я понимаю, что их огромное количество. Рок-фестивалей местечковых, больших, средних, не очень больших, крупных. Как коммуникация между организаторами фестиваля и конкретно вашей группой? Ну, кто о ком узнает? Как вы узнали, допустим, о фестивале в Саранске? Организаторы связались с нами. Даже так? Предложили кинуть заявку. На самом деле история очень интересная. Давай, давай, давай. Я работаю в музыкальном магазине, в «Устарге». И к нам однажды приехал парень из Саранска. Как оказалось, человек вхож как раз-таки в этот организаторский весь коллектив. И он предложил подать заявку. Говорит, почему бы и нет, если вы играете такую музыку, достаточно интересную для тех мест. И необычную для тех же мест. Ну да, да. Мы кинули заявку, собственно, с нами связались. И вот мы уже там играем. Но все это происходило забесплатно? Да, да. То есть никаких гонораров пока вашей группе не грозит? Увы, через запятую. Ну, были небольшие гонорары, но так, чтобы назвать их гонорарами, нет, увы. Ну что, разговор разговорами. Давай-ка, Наиль, давай-ка, ребята, бомбанем песней. Наиль, давай-ка, бомбанем песней. Бывает жизнь и беспросветная темнота. Ходы в никуда, и кажется, все зря. Руки опускаются, и тяжело идти вперед. Кажется, никто и никогда не поймет. Но тучи не всегда застилают твое небо. И дождь не может идти каждый день. Ведь самое темное время перед рассветом. И это вполне возможно преодолеть. Рвить свои оковы мысли по-другому. Ведь мы не клоны, да, мы не таковы. И все это ради мечты своей объятий. Назад не глядя, на этом и есть мы. Ломай кости тем, кто скалит пасты. Над горой твоих ошибок и неудач в огне страсти. Все в твоей власти. Ты, только ты, сам себе палач. Поднимись, улыбнись, посмотри вокруг. Дай мне сил рассмотреть, кто твой враг, кто друг. Не надо долго думать, чтобы стать сильней. Ведь это пир всего лишь трети чужих гостей. Поднимись, улыбнись, посмотри вокруг. Дай мне сил рассмотреть, кто твой враг, кто друг. Не надо долго думать, чтобы стать сильней. Ведь это пир всего лишь трети чужих гостей. Мы изначально будто знали, как все будет плохо И как большая любовь превращается в похоть Как какие-то люди о вечной дружбе нам стелят Но вот такие друзья, словно падали на деле Сказать, что все плохо, ну куда же тут проще Продолжай врать, что твой характер прочен Прекращай слушать, что плохие вокруг стелят Делай дело для себя, а не чтобы все смотрели кучу дел Новый день и секунды простоят, только ты для себя И в конце чего ты стоишь, не страшай шаг вперед Нужно только каплю веры, новый сдвиг, поворот Вот уже крошатся стены Крошатся стены Переменяя себя, крутишь вокруг этот плен Только лишь сила и правда, вот и да ты, дечку, мир Не предавая себя, идешь дорогой своей Под ростю на резко, подни дешевых заблей Время воспрятать нас на время жить и творить Без сожалений пустых, все, что было забыть Время жить снова начать и до конца Ты дорогу не взять песни, а не дать сердце остыть Ухвати свою звезду, держи в руках Крепче разгораясь, все сильней Она в твоем сердце, да, теперь ты всемогущ Ты разогнал тучи, да, сегодня хорошо, но завтра будет лучше Охоть и своё звезду, держи в руках крепче, разгорая всё сильней Она в твоем сердце, да, теперь ты всемогущ Ты разогнал тучи, да, сегодня хорошо, но завтра будет лучше. Хоть и свою звезду, держи в руках крепче, Разбираясь все сильней, она в твоем сердце, да, теперь ты всемогущ. Ты разогнал тучи, да, сегодня хорошо, но завтра будет лучше. Анель, тексты, жирный звук или разухабистая атмосфера? Но кача, вот что для тебя важнее на концерте? На концерте, в первую очередь, кач. Как бы не хотелось выделить тексты, вот, именно... То есть как звучит и неважно. Самое главное, чтобы публика поймала ваш настрой, чтобы она вот завелась. Такая вот первобытная энергетика, которая от музыкантов идет к зрителю и возвращается назад. Вот именно во имя этой первобытной энергетики существуете вы? Ну, что лукают, да? Отчасти, да. И тут гонорары не нужны, ребята, да? Не особо, это все для души больше. Тут кайф поймало. Ориентиры в музыке, ну, как я понимаю, все они в основном, наверное, сбугорные. И давай, перечисляй. Но, как бы, опыт игры в этом музыкальном коллективе, вот, как бы в основном говорит о том, что мы берем многое из тех групп, которые мы слушаем, вот, так или иначе, даже если мы этого не хотим. Лим Бискет повлиял на... Лим Бискет. А также еще очень мощные жирные коллективы, такие как Корн. В общем, все коллективы, которые представляют какой-то вес в стилистике рэп-метал, рэп-кор, вот, как бы смотрим, как люди делают, не пытаемся копировать, вот. Но хотим учиться на их опыте, так сказать. Отечественные исполнители, ну, если ты их, ну, не любишь какие-либо, ну, хотя бы уважаешь, есть такие коллективы? Безусловно, есть. Коллективы, которые играют в живую музыку и с элементами хип-хопа, это группа Anacondas, например, вот, уважаю этих ребят. Питерская группа Три Пули. Не слышал. Рэп-кор, и они тоже подают заявку в Питере на разогрев Лим Бискет. Вот смотри, рэп-кор, ну, достаточно специфический жанр, да? А как вам в Пензе живется? Как часто тут концерты проходят? Есть ли вообще своя аудитория для рэп-кора в Пензе? Ох-ох-ох. Это, возвращаясь к вопросу, соберет ли пятитысячный стадион Лим Бискет? Ну, в Пензе... Вы же не Скорпинс, не Ласкова Майя. Это я усугубляю эту ситуацию. Я понял. Ну, здесь аудитория не особо восприимчива к этой музыке. Не особо люди любят рэп-кор. Но если мы уже говорим, допустим, олимбийский, то это все равно эпоха целая. И поэтому, когда не уважение, многие пойдут даже не слушая такую стилистику музыки на них. Ну, просто как на революцию, да? Да. Давайте-ка о вас все-таки поговорим. А как, вот на твой взгляд, Наиль, как в наше время пробиться, ну, если не в звезды, то в артисты, которые востребованы, там, пустят второй, третий эшелон, на которые плотный гастрольный график, у которых сегодня один город, завтра другой город, ну, хотя бы послезавтра, хотя бы раз в неделю выступление. Что нужно сделать? Ну, на самом деле, если бы я знал, я бы уже катался. Вот. А если серьезно, ну, в первую очередь, мне кажется, нужно работать. Работать, пахать, заниматься, вот. Отдаваться музыке. А вы разве этого не делаете? Видимо, недостаточно, раз мы еще не ездим. А мне кажется, что нужно работать и пахать, и публике, которая должна слушать самую разнообразную музыку. То есть, ну, развивать свой вкус? Может быть, может быть. Потому что, я думаю, музыкальный кругозор, он не менее важен. Но никому он еще не помешал. Да, никому. Продюсер, опять-таки, не помешал бы вашему коллективу? Продюсер? Да. Не помешал бы. Который не в том смысле директор группы, а тот, кто отвечает за звук, кто может подсказать какие-то стратегические шаги. Да, да. Это помощник, в первую очередь. А отсылали демки какие-нибудь, известные музыкальные среди людям? Пока еще нет. Вот как раз-таки готовим материал, чтобы попробовать отослать на лейбл. Ну, пусть вот следующая исполненная вживую вами песня будет таким вот промо для какого-нибудь продюсера. Пусть он вас услышит. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Я обрастаю горкой и покрываюсь плесенью. Медленно, медленно, или так интересно? Солнце взойдет или сядет? Солнце не имется. Кто, кто приходит первым, после легко сдается, жадно хватая ушами. Биллиарды абстракций. Моей душе внезапно в бане курсы акций. Это не было странно, но это все-таки было. Во внук на прощание сердца теперь остыло. Откуда и куда? Вернем присплатанный странник. Забудишь жизнь в лабиринте самим созданной цепей. Абсолютно безумно, как будто бедным стеклом. Рассыпается выбор своих гречных путей. Кто-то желал настойки кипящих грани воды. Кто пришел, да ему все уже не силов понять. Тебе жирающие плод сдаются внутри. И невозможность оставить. Вдруг все потерять. Вдруг все потерять. Можно искать правду, это снаружи. Можно искать правду внутри себя. Можно забыть, забыть, заткнуть уши. Можно посланнику, это не про меня. Можно искать правду, это снаружи. Можно искать правду внутри себя. Можно забыть, забыть, заткнуть уши. Можно посланнику, это не про меня. Невозможно, опять необъемтое Умернуть закат солнца вспять На лице этого мира только пятна мы Позабыть про свою гордость и стань Расставляя повсюду капканы Безвозвратно сжигая мосты Из-под кожи ползут гнилые раны Я точно знаю, кто здесь я, а кто ты Последний след расставил по тени твоих ног Слишком долго правил, царский бург и строг Теперь же уходи, все покрывая гневом Поверь совсем, не я живу, стать этим бедом Сто сжимал на стойке, кипящей грани воды Кто пришел, не мой, дружи не в силах понять Чем изжирающий плод строится внутри Ими возможность оставить, вдруг все потерять Друг все потерять Можно искать правду где-то снаружи Можно искать правду внутри себя Можно забыть, забить, затнуть уши Можно по спальнику, это не про меня Можно искать правду где-то снаружи Можно искать правду внутри себя Можно забыть, забить, затнуть уши Можно по спальнику, это не про меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно пасть в панику Это не про меня Где-то снаружи Можно искать правду GTA По-быстрому представляем музыкальный коллектив. Сергей, Ярослав, Сергей и Сергей. Почему вы достойны выступить перед Олимпийским в Пензе? Ну, в первую очередь, я думаю, что мы по стилю музыкальному очень-очень подходим. То есть российские пендинские братья-близнецы Лимбискет? Ну, не то, что братья-близнецы, но как видите. Товарищи по духу. Похоже, да. Почему именно эту песню, кавер-версию группы Лимбискет выбрали для исполнения? Ну, мы посчитали, что так как мы более ознакомлены с творчеством Лимбискет, больше, чем остальные коллективы в Пензе, Да, и слушаем их дольше, то решили взять что-то не самое известное, далеко не самое известное, такое андграундное, и сделать кавер. Итак, кавер. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок И теперь вторые претенденты на разогрев Лимбискет. Встречайте! Дима Торзок 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 Я не фаталист и не верю в судьбу, Но от знака вселенной избавиться не могу. И теперь свой курс я знаю наверняка, Спасибо универу, что дал мне пенка. Мне не стать инженером, и ты, мама, прости. Я не буду примером для детей отчасти. Я такой, какой есть, меня не перекрои. Мне не стать инженером, мама, ты уж прости. Я не стал инженером, не дружусь я в религии. И на доске почета нету вода моих. Но в смысле своих вен я причину нашел. Ах, все виноват. Черт, брокен ролл! 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 В работе записи мини-альбома почему не полновесный, не концептуальный, небольшой альбом? Мы решили быстро, накопили материал небольшой и решили его сразу записать, сразу, так сказать, в оборот его закинуть, чтобы презентовать свой коллектив. Две, три, четыре песни? Четыре, четыре песни. Где писались? Писались в ахунах на студии. Слышал много об этой пензенской студии, хорошие? Я считаю, что это самая лучшая студия в Пензе. А чтобы нас там не осудили, одна из самых лучших в Пензе. По аппарату в плане. Мы с тобой начали дискуссию за кадром, не считаешь ли ты, что время полновесных, полноценных альбомов прошло? Достаточно сейчас вывешивать в соцсетях, в iTunes, выкидывать одну песню, чтобы она цепанула и все, ты на следующее утро просыпаешься знаменитым. Ну, отчасти это так и есть, что полноформатные альбомы, большие альбомы, они уходят в прошлое. И музыкальному коллективу удобнее писать небольшие работы, в которых они могут меняться чаще. Потому что люди, они не постоянны в своих вузах. И в таком искусстве, как музыка, надо тоже меняться и подстраиваться, особенно если это вопрос о коммерции, говорится, что подстраиваться под пользовательский спрос. Это я от тебя, который чистит себя под андеграунд, слышал коммерция слова? Да. То есть не исключаешь этого? Не исключаю. Но бабла при этом не зарабатываете? Пока еще нет. Хорошо. Отель Молотова. Говоря языком туристической гостиной индустрии, сколько у вашего отеля звездочек? Ну, так как мы существуем не очень давно, мы еще звезды не успели заработать, у нас стаж не наработался на звезды, вот. Но мы позиционируем себя как пятизвездочный отель. Сертифицированный? Да. Каким видится, рисуется будущее отеля Молотова? Только яркими, позитивными красками. Вот. Я думаю, мы будем продолжать работать над своими песнями, потому что мы выпустили не очень громкий видеоролик на ютубе, который посмотрел, ну, 1800 человек. Это знаменитый бармен? Да, да, да. Вот. И людям нравится. Это здорово. Нам нравится играть, людям нравится слушать. Поэтому, я думаю, если мы будем продолжать двигаться в своем стиле, то это может закончиться успехом. Я думаю, это должно продолжиться непосредственно исполнением самого бармена. Итак, слушаем бармена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще потом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему отель Молотов должен выступить и у Лимбийскит на разогреве? Интересный вопрос. Ну, потому что... Мы же позитивные. Мы позитивные и веселые ребята. Вот. Такие энергичные. Мы можем зарядить толпу перед концертом. Вот и все. Тут больше нечего добавить. Давай, представляем музыкальный коллектив. Не спеша. Антон. Гитара. Как я понял, вы с Антоном коллеги по работе. Да, именно так. Коллеги. Макс. Барабанщик. И Саша. Бас-гитарист. А почему именно такой стиль выбрал? Он меня импонирует, интересен. Ну, решили сделать небольшую соляночку музыкальную. Добавить что-то от хип-хопа, от фанка. Вот. Немного поп-музыки. Вот. Для нас это интересный эксперимент. Ну, это, возвращаясь к разговору о коммерции, немного поп-музыки. Да, да, да. Для нас это эксперимент, в первую очередь. И нам нравится работать друг с другом. Нам комфортно. Почему бы не развивать это в нечто большее? Про английский мы с тобой начали говорить, но только в другой ипостаси когда-то был. Чуть-чуть другой, там, с капюшончиком. А исполнять песни на русском – это принципиальные условия в двух коллективах? Ну, почему же? Не принципиальные условия, но русский – это же наш язык родной. Мы же делаем для русского слушателя музыку. На мировую сцену пока рановато лезть, пока еще Россию не покорили. У нас здесь есть не только березки, у нас есть здесь прекрасные места. И, кстати, одно из таких мест – это город Спутник. Спасибо городу Спутнику за поддержку знакового события. Событие, которое перевернет представление о нашем регионе. Город Спутник, живи в будущем. Сейчас мы услышим кавер от отеля Молотова. Почему именно эту песню выбрали для кавера? Это достаточно известная песня. Если мы говорим как раз какие-то противоположности уже. Это известная песня, но мы ее несколько иначе обыгрываем. Ближе к своему стилю, в котором мы играем с отелями. К поп-музыке. Да, к поп-музыке. Это будет интересно, неожиданно. И, возможно, это даже зазвучит. Мне все время не дают покоя мысли, как актеры учат безумные тексты своих ролей. Я не понимаю, насколько у них устроена интересная память. А как ты учил текст этого кавера? Этого кавера я текст учил довольно-таки просто. Я сталкивался уже. И, будучи на первом курсе университета, мне доводилось уже делать кавер на эту песню. Итак, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА